Значит, я делаю вывод, что меня слышно хорошо, и мы с вами можем начинать. Время ровно 12 часов по Москве. Давайте будем пунктуально ценить время свое, время тех, кто проводит вебинар. Те, кто будут заходить попозже, смогут поучаствовать в вебинаре, но уже с того момента, когда они были, зайдут в комнату. Ну, давайте для начала я представлюсь. Возможно, вы меня узнали уже по голосу, да? Меня зовут Олеся Селезнева. Сегодня 26 ноября. До конца месяца остается 4 дня. И поэтому сегодня мы поговорим с вами о закрытии месяца. Как правильно, грамотно закрыть месяц ноябрь? Я уже недавно проводила обучение о том, о важности закрытия квалификации. Так вот, сегодня мы поговорим о том, как нужно это делать. То есть, хорошо понимать, что это важно, это нужно, да? Зачем это? Но есть технический момент «как». Скажите, есть у кого-то вопросы, как это сделать? Напишите плюсики, если вы действительно не знаете «как». Друзья, вы на связи? Я повторю свой вопрос. Если действительно возникает у вас такой вопрос, как закрыть квалификацию? Не то, что это нужно, а именно как. Так, отлично. Вопросы такие есть. Давайте еще для начала, чтобы мне понять, в каком русле с вами общаться, напишите, пожалуйста, какая квалификация у вас была в прошлом месяце, в октябре, и какую вы квалификацию запланировали себе на ноябрь. Какая квалификация у вас была в октябре, и какую квалификацию вы планировали на ноябрь. Пока вы пишете, я скажу, что в октябре я планировала 9, на этот месяц я планировала 17, 17 я уже закрыла, и у меня есть время повыситься в квалификации до 20%. Так, была 9, сейчас 12, 3 было 6, планировала, 3 прошлое планировала 6. Я новичок, на 25 ноября 3%. 6, планирую 9. Отлично, у всех у вас есть посыл на повышение квалификации, это значит, что здесь собрались именно ключевые люди, которые строят бизнес, и то, о чем мы будем говорить, поистине будет для вас важным, и я надеюсь, надеюсь, что к концу обучения ваша картинка еще более прояснится, и возможно, у того, у кого сейчас, например, есть 12, он поставит себе планочку даже выше. Итак, очень часто, планируя квалификацию, мы мыслим количеством флаконов. Например, мы считаем 3%, это нужно продать 10 флаконов, соответственно, я их должна купить и продать. 6% это 40 флаконов, ну, уже больше, но, в принципе, реально, да, продать сейчас Новый год и так далее. Аня, слайды будут, не переживай. Скажите, кто так мыслит, что мне нужно вот такое количество флаконов, чтобы прошло через мой номер? Есть такие, кто мыслит квалификацию флаконами? Напишите, пожалуйста, в чат. Есть такие? Баллами. Отлично. Мария, профессионал. Я вообще думала, что будет много вопросов, что именно мы мыслим баллами, но, возможно, так мыслят новички, да, либо люди, которые не имеют правильной картинки, представления ведения бизнеса, и поэтому сегодня я акцентируюсь на том, как же правильно. И сейчас я хотела бы привести пример вообще, как планирую месяц я. Например, я ставлю себе планку в 6%. Соответственно, я понимаю, что это товарооборот 400 баллов, который должен пройти по моей структуре. Соответственно, я из этого количества делаю себе планочку, что я сделаю лично, например, 100 баллов. И, соответственно, остается 300 баллов. Это групповой товарооборот. И следующий момент, что я себе говорю, я задаю себе вопрос, как я это могу сделать? И первый и самый важный момент, это появляется Анна Слайд. Мы это можем сделать с помощью акции новичка. Ну, наверняка здесь все, кто собрались, они знают про акцию новичка. Она заключается в том, что в течение 7 дней, да, с момента регистрации мы можем провести 55 баллов, то есть это 6 флаконов, и получить флакон в подарок. Это всегда очень важно на начальном этапе, когда мы что-то получаем плюсом. Как мы можем предложить это новичку? То есть нужно правильно донести информацию. Во-первых, можно взять это себе. Допустим, аромат себе, аромат мужу, аромат маме, какие-то там гели для душа, зубные пасты, то есть себе в пользование для того, чтобы попробовать продукт. Количество 55 баллов – это не так много. Вот уже новичок, который пришел на пользование, да, посмотреть, что за продукт. Либо я соглашусь с тем, что есть люди, которые не могут позволить, у некоторых даже на папку нет денег, да, и они говорят, ой, тем более там на 55 баллов, это там 5,5 тысяч у меня нету. Тогда можно заработать на эти 6 флаконов и за неделю мы можем получить сразу 6 флаконов умножаем по минимуму на 600 рублей. Это 3 600, да, плюс 1500 – это акционный флакон. Итого мы зарабатываем 5100 рублей на старте. Это на пустом рынке. Это при ликвидном товаре. То есть товар, который нужен, который люди хотят, товар, которым люди пользуются. И к тому же мы несем антикризисное предложение на рынке. Вот в таких замечательных условиях мы можем продвигать эту акцию новичка. Я это делаю каждый день. Итак, есть 7 дней с момента старта, чтобы заработать первые неплохие деньги. А ведь кто-то работает за 10-15 тысяч, и это, возможно, зарплата там полмесяца работы, да, человека от звонка до звонка. При этом мы с этих 5000 100 можем легко уже купить папку, да, не внося свои личные деньги. И еще 300 у нас остается прибыль в кошельке. И вот когда человек понимает, когда он положит первые, пусть даже там не совсем большие деньги, но себе в карман, этот человек будет уже навеки ваш. Смотрите, 60 баллов у нас уже есть. И следующий шаг, о котором я говорю новичку, это первый статус 3%. 60 баллов есть. Соответственно, нам не хватает 40 баллов. Как это можно сделать? Либо можно добрать 4 флакона купить, да, и опять же их продать. Либо это партнер на акцию новичка. То есть пришли вы с акцией новичка и привели партнера с акцией новичка. И первая легкая квалификация, но она самая важная. Важная для чего? Важная для дублицирования потом вас. То есть не вы приходите и закрываете там 100, 200, 300, 400 флаконов. Вы можете всегда делать 55 баллов, при этом вас правильно дублицируют, и у вас растет команда, и у вас формируется четкий, стабильный, правильный бизнес. Поэтому правильный запуск, правильное объяснение человеку, как это должно быть, это очень важно. Соответственно, как вы думаете, если человек за неделю положил 5 тысяч себе в карман, захочет ли он бросить дальше этот бизнес? Ну, конечно же, нет. И следующий вопрос, который он тебе задаст, а дальше что? Что я должен делать дальше? И следующая квалификация, это квалификация 6%. У меня сейчас нету цели подробно расписывать там по количеству баллов, по количеству человек. Есть наглядная картинка, уверена, что вы и так все это прекрасно понимаете. Просто поймите принцип. 6% это вы и 3 человека, которых вы правильно запустили, и они тоже привели по одному человеку. Вы перевели 3 человека по 55 баллов, и каждый привел по одному новичку по 55 баллов. Скажите, одного человека трудно привести? Или это реально? Я думаю, что это более чем реально, тем более сейчас конец ноября, и нужно уже сейчас прорабатывать тему подарков. Спрашивайте у своих клиентов, планировали ли они делать подарки. Что они планировали подарить? Гель, мыло, парфюм. А на какую стоимость должен быть их подарок? А где они хотели купить? И сколько им выйдет подарок, если они пойдут в Литуаль, в Гош, в Магнит Косметикс? И вот она вам идея, как можно себе оформить новичка. Идея прийти на пользование продуктом, сделать акцию новичка, и все. И получить еще при этом подарок. Какой магазин, если вы туда придете и купите товары на 5 тысяч, тысячу плюсом подарят вам за то, что вы у него приобрели. Поймите суть. Это просто мысля именно категориями акций. Следующая квалификация – это 9%. Это товарооборот уже 1200 баллов. Правильно обучив первых трех партнеров, они вас дублицируют, команда растет. Соответственно, да, три человека вы обучили, те начали делать уже то же самое, что и вы. Следующий слайд – это 12%. Здесь можно как правильно запустить 2 человека, это 9% они становятся. Команда у вас уже растет, и становится уже в команде 44 человека. И, например, если у вас сейчас на данный момент в команде там, допустим, 50-60 человек, но у вас нету этих 12%, я советую сделать тайм-аут и проанализировать, что вы делаете не так. Потому что при такой картине вы видите, насколько это реально. Соответственно, бывает так, что у нас есть большая цель привести как можно больше себе людей в структуру. Вот я должна, должна, должна. И мы всяческим способом начинаем людей звать, чуть ли там не давая денег в долг, чтобы они пришли и оформились. При этом мы получаем 500 рублей, но у нас есть количество, но нет качества. Вот качество – это основное понятие, от которого зависит рост вашего бизнеса. У меня в структуре 90 человек, из них около 70 – это люди, пришедшие на бизнес. Отсюда правильный запуск, отсюда рост, отсюда такая квалификация. Либо 12% – это еще может быть как 3 человека по 6% и 1 на 9. Представляете, всего 3 человека лично ваших приглашенных, которые 6%, 6% мы с вами рассмотрели, это сделать, ну, более чем реально. И всего один партнер на 9%, но который грамотно запускает свою команду. 17% – это потрясающий уровень, это уровень автопрограммы, это доход уже более 30 тысяч, и это уровень, который, я так думаю, мечтают получить очень многие. Но при правильном подходе это очень реально. Я на второй месяц сделала 17% и уже, в принципе, могу подать на автопрограмму. Но сейчас я ставлю акцент именно на повышении квалификации. То есть я всегда за качество, а не за количество. Все зависит от того, как вы преподнесете бизнес. Помните о том, что всегда будут отказы. Вы думаете, мне не отказывают, что я вот такая вот посредством там, все знаете, да, что у меня есть канал, и многие мне пишут, ну, конечно, у вас же вот видео и к вам пишут, и поэтому у вас так растет структура. Отчасти да, но не поэтому. Когда-то у меня и не было канала. И мне, как и вам всем, отказывают каждый день и по многу раз. Просто я не останавливаюсь, а иду дальше. И в сетевом бизнесе я всегда это повторяла и буду повторять. Срабатывает принцип закон больших чисел. После 8 лет вам скажут да. Бывало такое, когда я заходила в организацию, шла по этажу и встречала там, ну, на этаже, как правило, там, дверей 10, да, заходишь в каждую, все говорят, нет, нет, девушка, закройте дверь, мне ничего не надо. И вот стоишь перед последней дверью уже с такими эмоциями, ну, сейчас опять пошлют куда-нибудь. А потом я думаю, ну, если пошлют, то, ну, недалеко, ну, что я с этого потеряю? Возможно, здесь человек сидит и ждет меня. Открываешь последнюю дверь, а там говорят, да, я хочу сделать заказ. И делают большой заказ. Поэтому к отказам нужно быть просто готовы. Я всегда себе говорю, что отказали не мне, отказали себе. Возможности сэкономить деньги, возможности построения бизнеса, возможности использовать качественный продукт. Не мне отказали, вы себе отказали тем, что не выслушали меня. Уже сейчас нужно планировать месяц декабрь. Понятно дело, что сейчас нужно сфокусироваться на ноябре, но уже сейчас важно запланировать декабрь. Я объясню на собственном примере, как я это делаю, почему это важно. Вот смотрите, все успешные сетевики, они планируют месяц до 15-го числа. Вернее, не месяц планируют, а свою квалификацию. То есть, допустим, если я была в октябре 9%, то до 15-го числа я эту квалификацию должна подтвердить. Я не зря спросила, какая у вас квалификация была в октябре и какую вы планируете в ноябре. Соответственно, смотрите, что происходит. 10-го числа я подтвердила квалификацию 9%, это 1 треть месяца. До 15-го, 20-го числа я ставила планку себе 17%. За этот период я делаю 12%. И у меня остается время на повышение квалификации. Сейчас остается 4 дня, 17% уже сделаны. И казалось бы, можно расслабиться, отдыхать, но я же выполнила планку. Но зачем, когда есть еще 4 дня, и есть мотивация сделать 20%? И я это очень хочу. И это будет супер, если это произойдет. Поэтому всегда должно у вас оставаться время на повышение. И если мы делаем квалификацию 30-го, 31-го числа, уже высунув язык, бежим быстрее, 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 естественно, 1-го, 2-го декабря нам захочется отдохнуть, потому что мы так устали, поставили всех на уши, закрывая эту свою бедненькую квалификацию. И тогда нам не остается времени на планирование роста. А рост, он очень важен. Почему? Потому что идут на результат. Я всегда своим партнерам говорю, будет результат, будут люди, которые будут сами выходить на ваши странички, интересоваться, чем вы занимаетесь. И когда партнер приходит и говорит, ну я вот зову всех на бизнес, сижу в интернете, пишу, а никто не идет, я всегда задаю вопрос, а почему к тебе должны прийти? Какой результат у тебя? А если я говорю, что я пришла, за первую неделю я сделала акцию новичка и сразу же закрыла 3%, а к концу месяца я стала 9%, и моя комиссия была 6 тысяч рублей, а на второй месяц я сделала квалификацию 17%, и моя комиссия была уже более 30 тысяч, как вы думаете, пойдут за мной люди, люди захотят так же быстро заработать, при этом вы даете понять человеку, как это нужно сделать, вы не просто говорите, что это можно, вы показываете реальный инструмент, как это работает. В принципе, основная тема, которую я хотела донести, я ее донесла. Вот скажите мне, напишите, пожалуйста, в чате, изменится ли ваша квалификация на ноябрь? За 4 дня вы готовы сделать рывок вперед, доказав себе, доказав своим спонсорам, и доказав компании, что это реально. Вы готовы сделать качественный рывок вперед? Анна Соловьева-Гомель, Беларусь, у меня изменится, отлично, а у остальных? Кстати, очень важна жизненная активная позиция, тот, кто первый пишет, у того всегда получается, знаете, как в школе, кто активно тянет руку, да, первые там, сентябрь, октябрь, потом педагоги не спрашивают, потому что они всегда знают, да, уже авторитет, что, а, он тянет руку, значит, он знает, поэтому я всегда использую вот эту активную в жизни, ненную позицию, кто участвует в акции? Я. Кто проводит вебинары? Я. Кто проводит арома вечер? Я. И помните, что это всегда дублицируется, то есть, всегда партнеры будут дублицировать вас. Отлично. Есть в чате желающие закрыть новые квалификации, это здорово, значит, сейчас действительно от меня был посыл, мотивация на то, что это реально, на то, что это можно. Вот сейчас я хотела бы вас настроить на то, что представьте, что сегодня это последний день месяца, и вам сегодня уже нужно закрыть эту вашу самую любимую, самую долгожданную для вас квалификацию. Помните о том, что выкладывая сейчас на все 250%, вы помогаете своим спонсорам. Да, возможно, вы уже близки к уровню, там вот кто-то пишет, мне не хватает 100 баллов. 100 баллов можно сделать за один день, за один вечер. Но на этом не нужно останавливаться, дорабатывайте месяц, выложившись полностью. Пусть вам не хватит на новую квалификацию, но это будет ваш запас на следующий месяц, потому что декабрь это месяц взрывной, квалификации могут быть выше в 2 и в 3 раза. Но помните о том, что сейчас, возможно, вашему спонсору не хватает там тысячи, две тысячи баллов, да, и кажется, это очень много и нереально. Но, возможно, в этих двух тысячах ваши 20, 30, 40 баллов. Для вас это минимально. Но, помогая спонсору, вы помогаете и себе. Я вам приведу пример, как я закрывала прошлый месяц, октябрь, я ставила себе планку 9%, я ее сделала где-то за день, за два до окончания, да, но я понимала, что моему спонсору, ну, в частности, там, Артему Тимофееву, по-моему, не хватало 5000 баллов до закрытия квалификации 28%, не хватало Юли Дмитриевой до закрытия статуса бриллианта. И я понимала, что если я сейчас сделаю какую-то работу посильную мне, я помогу этим людям. И я в последние часы, там, до 12 часов, я провела новичка. Я смогла найти слова, чтобы человек проплатился, сделал акцию новичка. Я смогла достучаться до своих партнеров, и они проводили по два, по три флакона. И знаете, когда я на следующий день получала слова благодарности, когда спонсор заходил и видел, что кто-то провел три флакона, он говорил, ты не представляешь, как ценные вот эти три флакона. И у меня были мурашки. И эта командная игра, она чуть ли не до слез, да, бывает иногда, вот пробивает. Помните о том, что и у вас будут такие же ситуации, когда вам будет не хватать там какой-то тысячи баллов до закрытия какой-то большой квалификации, но найдутся люди, которые сделают по 20, 30, 40 баллов, и вы эту квалификацию закроете. И подумайте о таком моменте, что, как вы думаете, будет ли вам благодарен спонсор за то, что вы сделали для него сегодня? Как вы думаете, почему бриллиант компании Юлия Дмитриева сейчас мне может уделить час-два времени, своего драгоценного времени, я понимаю уровень этого человека, и она может мне уделить время, когда я ее додалбливаю звонками, и она это делает, да потому что она видит, что я ключевой человек, а ключевым всегда помогают. Спонсор помогает тому, кто его достает. Когда мне надо, я всю свою спонсорскую ветку поднимаю, и есть результат. Вот для чего это нужно. работа в тандеме, работа в команде. Один человек в сетевом ничего не сделает, вы не сделаете сам по себе 28%, но объединившись 5, 10, 20, 30 человек это можно сделать легко. Согласны? Согласны с этой мыслью, которую я вам сейчас, на мой взгляд, так вот прям эмоционально говорю, как с трибуны? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично, у вас пошли вопросы. Да, значит, ну, не напрасно была эта школа, да, от меня. Если у вас есть вопросы, напишите в чаты, я с удовольствием отвечу на вопросы. Ну, не вижу, что есть вопросы, наверное, будем мы тогда заканчивать, я потому что понимаю, что сегодня суббота, по сути, выходной день, да, хочется где-то отдохнуть, где-то с детьми погулять, но, и не забывайте, пожалуйста, о том, о чем мы с вами сегодня проговорили. Я сейчас понимаю, что недоуделяю где-то время своей семье. Вчера за вечер я подключила трех партнеров на акцию новичка, потому что я знаю, какой я результат хочу. Но для того, чтобы оформить мне троих, я пролопатила 30 человек, которые мне говорили нет, не хочу, позже, не надо. Но нашлись те три, которые сказали да, хочу, да, я делаю. А ведь были те, кто пришел с работы, устал, лег на диван, включил какой-нибудь там комедий-клаб и начал жаловаться о том, что, ну, никто ничего не хочет, нужно обучаться, я начну это делать завтра, а сегодня я уже устал и хочу спать. Наверняка есть и такие. Поэтому все зависит от нас, все в наших руках. У нас сейчас есть, как я люблю повторять, четыре туза, которые нужно идти и показывать. Я вас благодарю за внимание, спасибо, что уделили время мне, надеюсь, что я была вам сегодня полезна. Давайте в конце месяца делиться своими результатами. Пишите мне потом в личку, у кого какие были результаты. Буду очень рада, если результаты ваши повысятся. Всех целую, всем пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.